Лепшие белорусские традиции и обрады у народных спевах и танцах. У Рассонах пройшел 13-й областный огляд-конкурс фольклорного мастатства «Дятей и молоди» от Прасчура у Дазор. Сё лета он собрал коля 100 аматоров белорусского фольклору во взросле от 3 до 16-ти годов. Их вокальное и танцевальное майстерство оценивало профессийные журы. За выступлениями творчих коллективов назирали наши корреспонденты. Под окном, под окном, проша Божа, охату. Задушевно проникнена и с харизмой. Так неколи спевали бабули у их родной вёсажцы. И эту традицию юные артысты протягивают и сёння. А любовь до народного мастатства им прививают их наставники, которые разом со своими выхованцами выучают белорусский фольклор. Мы спеваем песни саправды наших дядуль, бабуль, нашей мясцовости. Для большинства у дельников конкурса выступления на профессийной сцене не упершиню. Их это одразу кидаются в очи. И они охотно выходят в ролью и отчувают себя свободно и комфортно. Белые мои макобочки, золотые голобочки, станьте вы так, я зелено. У танцы душа народа. У дельники огляду конкурсу в черговый раз доказали это на сцене. В этих танцах мы выражаем свои эмоции, свою радость и свои почутки, которые мы не смогли бы выразить иначе. Радостно на душе и радостно всем, кто танцует. Невеликая сцена Дома культуры перетворилась в великую танцевальную пляцовку. И когда для обычного глядача это ведомство, от которого Нильга было даровать в очи, то для профессийного журения легкая праца. А это были мастерства выканавца народных побытовых танцев в разных взрослых группах. Самые молодшие от трех до шести годов. Народным танцам вучат с маленства, причем молодших навучают старейшие. Гэтым принципам керуются у своей работе выкладчики народной творчасти. Когда практикуешь такую форму працы, когда старейшие дети учат с молодших, они лучше воспринимаются. Потому что они видят, что старейшие дети это тоже любят. Как бы существовала натуральная передача файклору от старейших к малым. На жаль, носби-то у нас уже нема, которые могут нам досконало передать нечто. Но то, что у нас есть в копилке, я думаю, это еще хобби не на одно поколение. 18 коллективов с 15 регионов Витебской области все лето заслужили право выступить на традиционном фестивале фольклорного мастерства, який уже третий раз ладится на Рассонщине. Коллективы, которые сегодня принимают участие здесь сегодня, это не просто так они сюда попали. Конечно, все отборочные туры проходили в каждом регионе. И здесь лучшие коллективы, лучшие коллективы фольклорные. Неадъебная частка фольклорного фестивалю – вырыб народных поясов. Гетое ромяство представили гортовцы с 6 регионов Придвинска краю. Проценция журы уличвала не только работы, а и умение их презентовать. У каждого узора свой коллер – орнамент, який мае певный сакральный сенс. А володать усими сакретами гетага ромяства и донести его лепшые традиции мкнутся сенешние школьники, яким неабыякова хистория и культура своей малой родимы. Мабыть, тому традиционный фольклорный фестиваль не губляет свою актуальность и каждый раз открывает новые таленты и цекавые сторонки самобытного народного мастерства. Инна Кириенкова, Ян Пчельников, Новины, Рассоны.